Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске официальная церемония, посвященная 30-летию освобождения Шуши, состоялась 8 мая 2022 года в Марселе, Франция. Спустя 7 лет в армянской церкви святого Киракоса в Тигранакерте вновь отслужили литургию. Азербайджанцы осквернили армянскую церковь в оккупированном селе Тох. Шуши снова в плену Арцах всегда должен быть армянским и неприступным. В армянской епархии Бразилии состоялся епархиальный форум. Поселение Западной Армении – Муш. В Женеве открылась площадь Армения. Церемония прошла перед хачкаром возле армянской церкви в Марселе. С приветственным словом выступил президент Республики Западной Армении, участник Первой Арцахской войны Арменак Абраамян. Этот хачкар единственный во всей Европе и символизирует героев Первой Арцахской войны, которые, принеся свое дыхание, уравнили его и объединили души Западной Армении, Арцаха и Армении, и смогли донести Арцахскую победу до конца. Как человек, подготовивший к освобождению Шуши 50 человек, могу сказать, что мы с нашей поддержкой отстояли наши ценности и получили свои плоды 30 лет назад. Надо вернуться к нашим корням и подготовить наших детей к продолжению борьбы. Наши дети – это наши ценности, которые помогают нам продолжать эту борьбу. Церковь Святого Киракоса в Тигранакерте Западной Армении вновь открылась семь лет спустя. Литургия была отслужена при участии армянского патриарха Константинополя Саака Машаляна. Церковь, много лет находившаяся в полуразрушенном состоянии, была открыта в 2012 году усилиями армянской общины. Однако историческая церковь снова была закрыта для посетителей во время конфликтов 2015 года. Армянская церковь построена в 1376 году. Церковь служила армянам до геноцида 1915 года. Азербайджанцы осквернили армянскую церковь в оккупированном селе Тох, сорвав с купола крест. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Гагик Абраамян и разместил видео, прикрепленное к посту. 9 мая вошло в историю армянского народа как символ его освободительного духа и героизма, безграничной любви к родине. В годы Великой Отечественной войны наши предки вместе с другими народами Советского Союза боролись с величайшим злом человечества – фашизмом. Их героические традиции продолжали будущее поколение 30 лет назад, сформировав регулярную армию и спешно проведя боевую операцию в Шуши. Но сегодня Шуши снова в плену их. Их цель – полностью уничтожить армянский след. Сегодня безопасность Арцаха вместе с нашей армией и обороны обеспечивают российские миротворческие силы. Мы глубоко благодарны нашим друзьям за то, что они рядом с народом Арцаха. Вечная слава и честь преданным Отечеству. Всемирный Союз молодежи Армянской Церкви сообщает, что 6 мая в Сан-Паулу состоялся епархальный форум с участием молодежи армянской епархии Бразилии. С приветственной речью выступил глава епархии и его присвятейшества епископ Нарек Берберян. Прочитано послание его святейшества Горогина II Верховного Патриарха и католикоса всех армян. Форум завершился встречей с большой группой молодежи в местном армянском клубе. На месте был избран молодежный совет армянской епархии Бразилии в составе семи молодых людей и наблюдательный комитет в составе трех человек. Участникам форума были вручены сертификаты армянской кресты, освещенные в первопрестоле и иконы. Вартени, Стил, Норшэнь, Гарни, Арничванг. Сегодня эти населенные пункты находятся в границах оккупированной Западной Арменией. Имеют Курско-турецкие имена, но местные жители все равно называют их армянскими именами. В конце 19 и начале 20 веков Муш делился на пять районов. Муш всегда был мощным историческим и культурным центром в истории Армении. До геноцида армян в Муша было 299 церквей, 94 монастыря и 135 школ. В 1914 году в Муша проживало более 70 тысяч армян. Древнеармянский город Таром был центром раннего христианства в Западной Армении. После геноцида армянского населения в 1915 году была разрушена и архитектура города. В Женевском районе Швейцарии рядом с армянской апостольской церквью Сурпакоп и армянским центром была проведена церемония открытия площади Армения. Об этом Facebook сообщило посольство Армении в Швейцарии. На мероприятие выступили посол Армении в Швейцарии Андронику Ваниссян, мэр Гиль Лявогель, президент фонда Святой Григорий Просветитель Даниэл Папазян. Посол Ваниссян в частности поблагодарил мэра и членов городского совета, а также представителей армянской общины, благодаря усилиям которых была открыта площадь, говорится в сообщении. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok